МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Низом Назиров и Руслан Качаев. Замечательные музыканты из оркестра летучих барабанщиков. Здравствуйте! Расскажите в первую очередь о тех необыкновенных инструментах, которые вы нам сегодня принесли в студию. Низом, начните вы, наверное. Ну, я... Еще раз здравствуйте! Вот у меня барабан египетский дунбек. Это общий восточный барабан. Это есть в Турции, есть в Средней Азии, есть еще в Восточном республике, везде есть. Это называется, допустим, египетский дунбек, а в Турции называется дарвок, а в Средней Азии табло называется. А у него там пластик, раньше сделали это с кожей, а сейчас уже разное везде. На продаже везде там делают. Мембраны. Даже в России Челябинске делают из глины вот этот корпус. Изначально откуда вот этот вот барабан? Это из Арабийской республики, там, ну, может, в Египет. Это древний инструмент, просто никто толком не знает, где именно там производили. Барабанов много, все они умеют что-то делать свое. Вот конкретно этот чем отличается? Это отличается, у него ритма там достаточно много. На каждый ритм можно устраивать его, настроить там. Он под джаз, под европейский, под восточный, под все музыки подходят. Можно просто уметь играть, и все. А другие барабани, у них тоже определенные просто ритмы у них играется. А он на все подойдет. Просто надо сопровождать музыку, да, везде можно. Наверное, поэтому, что он везде подходит, вы его любите, да? Да, везде, да. Мы сейчас его услышим. Я хотела бы спросить у Руслана, что сегодня он взял с собой вообще? Очень много всего. Расскажи нам, пожалуйста. Я начну с этого инструмента, на котором я сижу. На нем можно и сидеть, и можно играть. История этого инструмента... Он называется кахон. История его идет из Латинской Америки. Это достаточно молодой инструмент. И он появился в то время, когда привозили рабов в Латинскую Америку. Ну, то есть в темнокожих там, когда была работа о льговле. И эти рабы разгружали различные коробки, ящики там, суден. Вот. И, собственно, им не разрешалось разговаривать, чтобы они там... Не было никакого заговора. Ну, не появлялось, не получалось. Они с помощью ударов, каких-то там ритмических вещей общались, сидя на этих ящиках. Собственно, когда у них был отдых. Вот. Они давали какие-то знаки. И у них получалась какая-то такая подобная музыка. Плюс они просто любили... Ну, петь им не запрещалось. Они могли петь. И ритмически какие-то рисунки выколачивать на ящиках. И, собственно, вот так вот пошла оттуда вся история этого инструмента. И кахон в переводе на русский язык переводится как ящик. Собственно, как бы так и осталось. Но он звучит по-разному в разных местах. Да, тут есть разные зоны. Там более низкая там зона. Вот. То есть высокая там часть. И еще здесь у меня есть небольшой обвес на нем, на этом кахоне. А, кстати, этот кахон вот очень уникальный. Тем-то, что он еще складной. Стандартный кахон, они очень громоздкие. А этот весь складывается, удирается. Очень нравится он мне. Вот. И здесь у меня есть обвес небольшой. Тут такие тарелочки. Я сам сделал эти вот вещи. Они как бы добавляют звучание. То есть, например, можно играть какие-то вещи классические, как на ударной установке. Вот. Или, допустим, вот здесь еще у меня есть тарелочка. Она мне помогает играть какие-то вещи там. Типа, бразильских рисунков. Там, басанового, например. Вот. И еще есть вот такая штука, которая заменяет меня. Типа, вот кастанет, вот клава. Вот. И если вот соединить это, это и это, то получится... Вот, примерно так. Низом. А если подходит ваш барабан ко всему, он подойдет вот и к этой установочке? Ну, конечно. Можете как-то это показать? Класс. Ну, можно так, да. Так, что у вас еще здесь сегодня с собой? И откуда все это вообще произошло и когда? Так, вот. Следующий инструмент, ну, про кого я рассказал, а вот этот инструмент афрокубинский появился на Кубе. Сейчас он используется практически в каждой стране. Да, везде. Ну, лучше всего он, как бы, больше всего он распространен в латинских каких-то странах, ну, вот и на Кубе. Техника игры там, собственно, очень сильно продвинулась вперед. Ну, и я играю по классике, как бы, то есть афрокубинские какие-то вещи. Вот. Тут этот барабан, ну, бонгас называется, он состоит из двух барабанов, поменьше и побольше, мачо и хембро. Вот. И можно, в принципе, показать, как он. А почему дается такие названия? Ну, как мачо? Ну, да, типа, это мужик, а это, типа, женщина, там, насколько я понимаю, там, типа, этот основной барабан, типа, ведущий, а это, типа, который дает ответ. Вот, то есть, типа того. Ну, вот. Поехали? Сейчас попробуем вместе что-нибудь, опять же, с египетской даже. Это все то, что вот мы сейчас играем, вы сейчас играете, это то, что вы сами придумывали как-то? Ну, прямо сейчас это, по-моему, импровизация. Ну, это мы никогда не будем тренироваться нигде. Это все вместе выходит, все ритмы там. Один начинает, да, второй добавляет, сопровождает третий там. Вот таким образом все ритмы выходят. А сколько у вас в летучих барабанщиках вообще человек? У нас состав, он постоянно меняется, но в целом у нас постоянно играющих, там, 4-5. И все на ударных? Да, вот только ударные инструменты различные. Есть еще мелодические вот такие, о которых мы чуть-чуть позже расскажем. Давайте, я внимательно вас слушаю, мне очень интересно. Так, поехали. То есть даже если кажется, что это всего лишь небольшой барабанщик, он на самом деле может оказаться целым фортепианом. Ну, по сути дела, да. Давайте тогда перейдем уже скорее к следующим инструментам. Прошу. Да, вот, значит, у нас еще тут есть такой инструмент, который можно использовать даже человеку, который не умеет играть на инструментах, просто для релаксации какой-то. То есть можно приобрести его, например. Инструменты эти называются в разных странах по-разному. Одно из названий Trip Drum, то есть барабан для путешествий, так как бы для медитации. вот, happy drum, вот, это типа как аналог ханк-драма, вот. И это инструмент язычковый, тут есть разные зоны, в которой просто, грубо говоря, там ударяешь и получаются какие-то ноты там. Вот этот инструмент конкретно, он мажорный настроен, то более позитивно звучащий такой, типа, вот. Он и разрисован так же. Ну да, это флаг Эфиопии как раз вот. А вот этот барабан, он минорный, то есть когда хочется погрустить, например, можно что-то такое грустненькое сыграть. Ну он такой заставляет куда-то улететь прямо. Ну да, вот. Вместе я вот использую оба эти барабана, и тут получается какие-то ноты, их тут не хватает, какие-то есть здесь, и можно какой-то даже там вот, например, сыграть мелодию. Так, классно. Ну вот, можно сыграть более какие-то там длинные композиции. Вот я, например, придумал такую штуку, могу тоже сыграть её. Давай. Вот там. Угу, вот. Субтитры создавал DimaTorzok Это прям кайф для мозга. Ребят, скажите, а почему люди так любят музыку? Вот все любят ту или иную музыку. Что такое? Ну потому что без музыки невозможно ничего. Существование мира на самом деле это очень глубокий вопрос, если об этом говорить, я считаю. Потому что если брать начало сотворения мира, то всё началось, как бы, так сказать, с видео и звука, по сути дела, там, да, вот изображение там. Вот. И вот барабаны, например, это самый-самый древний, самый первый музыкальный инструмент, помимо голоса, то есть самые основные были. Вот. И на этом, я считаю, всё основывается до сих пор. Всё с барабана начинается, да? Ну да. Всё началось с них? Ну да, вся музыка. Не знаю, а вам почему всё это нравится? У меня дядя был барабанщик, когда я маленький был. Я за ним ходил, там, на сватбе, там, туда-сюда. Он так любил, любил играть на барабане. Потом мне, там, маленький барабан, он сам купил и отдал. И с ним я каждый день, не каждый день, ну, в неделе два раза, что ли, тренировался, чуть-чуть, пока до школы. А потом в школе началось, там, вся, кружки, там, музыкальные всякие. Я там ведущий был всегда, когда барабанить нормально, а там все уважают и сразу на первое место ставят. Но многие сами начинают, да, сначала вот как-то что-то наигрывать? Да, мы тоже начали на тазиках играть, там, с пальчиками, там, ведро там какое-то железное, там. Вот таким образом интерес появился просто. Руслан, и ты, наверняка, тоже где-то сам начинал сначала, да? Да, у меня... Потому что как-то учился, и сейчас уже можешь других учить, я так понимаю, людей, даже маленьких деток, да? Да, я когда начинал, у меня не было вообще ни одного ударного инструмента, даже палочек. Я сам их себе выпил, там, с каких-то деревяшек. Вот, и занимался, у меня были разного размера подушки, там, какие-то книжки, тетрадки, и они заменяли там тарелки, типа барабаны, ну, типа ударной установки. Вот, и как бы с этого я начал, и уже когда появилась возможность взять ударную установку, я уже за нее сел и уже играл. То есть, вот, ну, как бы так начинал все. Сейчас уже все проще, можно... Ну, тогда было сложно, когда я начинал, сложно было найти просто инструмент и вообще даже купить его, потому что дорого было. Вот, сейчас все немного проще. Есть магазины. Где вы выступаете? Где можно вас увидеть, услышать, скажите? Летом мы очень часто играем на улице, постоянно выбираемся там каждый выходной, когда хорошая погода. Сейчас вот погода уже не очень подходящая. Но можно вас пригласить на любой праздник, правильно? Да, нас можно, да, позвать. Мы играем на корпоративах, на различных мероприятиях, там, праздниках, да, вот, общественных, там, городских. Выезжаем в другие города тоже, вот. Давайте закрепим эффект и что-то вот такое завершающее, вкусное сыграем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, примерно так. Это вообще релакс такой, вот эта штука. Да. Спасибо вам, дорогие гости. Была очень рада с вами познакомиться. К сожалению, эфирное время ограничено. Я готова была с вами целый день сидеть, слушать вас, играть. Была рада, что вы пришли. Спасибо вам тоже. Дорогие телезрители, увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте. Это была программа «Городские встречи». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова